Как Трамп помог Алеку Болдуину получить Эмми, может ли пластырь избавить от целлюлита и зачем из стены плача извлекают записки к Богу, об этом не только в нашем обзоре. Вот мистер президент, ваша Эмми. Американский актер Алек Болдуин получил телевизионную награду Эмми за пародию на Дональда Трампа. Победу ему принесла роль второго плана в сериале Saturday Night Live на телеканале NBC. Главные герои серии последнего года американский президент и его команда. Сам Дональд Трамп не скрывает, что не любит подобные шутки и удивляется, почему Эмми не вручили ему. Заклей и избавься от целлюлита. Ученые разработали пластырь, который способствует сжиганию подкожного жира. Это клейкая лента с множеством микроигл. С их помощью наночастицы препарата, которые превращают белые жировые клетки в бурые, попадают прямо в проблемную зону. Бурые жировые клетки организм сжигает. Пока чудо-средства испытали только на мышах. 57-летний американец в один миг обрел 19 детей. Майкл Рубина периодически сдавал сперму и при этом не требовал анонимности. Трогательную встречу организовало издание Inside Edition. Детям от 16 лет до 21. У 11 из них голубые глаза, как у Майкла. Организаторы встречи сохраняли интригу до съемок, поэтому мужчина был очень удивлен. По его словам, встреча получилась сюрреалистической и захватывающей. Веганский фестиваль в Париже. Люди, которые отказались от продуктов животного происхождения, делятся опытом. Желающим предлагают попробовать исключительно растительную пищу. Или же выбрать косметику и одежду, при производстве которых не пострадало ни одно животное. Организаторы стремятся привлечь внимание гостей к проблемам экологии и изменить отношение людей к еде. Стену плача в Иерусалиме готовят к наплыву верующих перед Новым годом по иудейскому календарю. Записки к Богу, которые оставили паломники, теперь достают, чтобы освободить место для новых. Процедуру проводят дважды в год, перед праздником Рош-Ашана и Песаха. Записки не выбрасывают. Их закапывают на Масличной горе, недалеко от стены плача. Премьер-министр Сербии впервые приняла участие в ЛГБТ-марше в Белграде. Анна Брнабич не только первая в истории Сербии женщина, которая возглавила правительство, но и первая открытая лесбиянка. Говорит, своим присутствием на прайде хотела продемонстрировать, что власти заботятся о соблюдении прав всех членов общества. Безопасность участников марша обеспечивали около двух тысяч полицейских.